Тема очень важная. Красный флажок такой. Как вы во всем вот этом разбираетесь? Наверное, я сейчас буду хвалиться. Зачем? У нас есть искусственный интеллект. Достаточно сложный вопрос. Или сначала это делает кардиолог, а дальше мы уже совместно работаем. У нас нет еды по вниманию с кардиологами. Вот это, кстати, очень важно. Имеет главенствующую роль лечащий врач. И мы спокойно работаем. Именно. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я хочу вам сказать, что если в этой студии вы видите меня и Дарью, значит мы вряд ли сегодня будем говорить про пиашметрию мыла. Это я вам точно говорю совершенно. Тема у нас сегодня достаточно серьезная. Легочная гипертензия, а вернее легочная артериальная гипертензия. На самом деле, в чем, как мне представляется, большая проблема. Для науки исключительно пациентов очень мало. Пациентов очень мало. Это, в принципе, достаточно орфанное заболевание. И изучать тоже в нашей стране непросто. И когда тема заходит о кардиологии, это одно, а когда это сочетано с ревматологией, у нас очень мало ревматологов, которые действительно тебе помогут разобраться, как я часто люблю говорить, помогут разобраться в дебюте. Дарья, вот у меня первое, я знаешь, вот хотел бы что узнать. Насколько часто ты лично сталкиваешься с пациентами с легочной гипертензией? Ну, даже просто, может быть, не с лаг, а именно с повышением давления в легочной артерии. И как ты дальше начинаешь с ними разбираться? Действительно, встречается достаточно часто при ревматических заболеваниях легочная гипертензия, которая в первую очередь связана с поражением легочной ткани. Если у пациента есть как проявление основного ревматологического заболевания интерсциальное поражение легких, то чаще всего при стандартном осмотре мы уже можем выслушать акцент второго тона над легочной артерией. И это является предпосылкой для того, чтобы мы направили на дальнейшее обследование пациента. Сейчас прям такой бальзам мне на душу, акцент второго тона, еще бы сейчас услышать шум грахомостила, но он позже просто уже появляется. Шум грахомостила очень редко мы выслушиваем у наших пациентов, и действительно это более значимый для нас, более, так сказать, красный флажок такой для того, чтобы уже ускорить диагностику и как можно быстрее начать лечение. Поэтому часто, и вот именно легочная артериальная гипертензия в этом огромном пуле легочной гипертензии, которые могут встречаться при заболеваниях соединительной ткани, при различных аутоиммунных заболеваниях, это такая малая, но очень важная доля пациентов с тяжелым прогнозом. Абсолютно точно. Более того, к сожалению, когда начинаешь спрашивать и ревматологов, и иммунологов, и терапевтов зачастую, они не очень понимают, что такое понятие лак в целом. То есть, если легочную гипертензию приблизительно все хотя бы хоть как-то понимают, то как отличить просто ЛГ и лак, не все понимают, увы. А это важно, это принципиально важно, потому что постановка диагноза, она потом уже диктует свои правила лечения. Даш, есть понимание о ревматологах, как разграничить лак и ЛГ? Или сначала это делает кардиолог, а дальше мы уже совместно работаем? К сожалению, это такой достаточно сложный вопрос. Мы работаем совместно с кардиологом для того, чтобы выявить именно этих пациентов, которым нужно дальнейшее дообследование и установление уже диагноза легочной артериальной гипертензии. Чаще всего мы насторожены, если основной диагноз это склеродермия, если это именно диффузная форма, либо такая достаточно редкая отграниченная форма креста синдрома. При диффузной склеродермии отграниченной формы креста синдром есть высокая частота развития легочной артериальной гипертензии именно у этих пациентов. Есть рекомендации европейского общества кардиологов, которые рекомендуют нам нашим пациентам со склеродермией через 3 года от дебюта заболевания начинать контроль ЭХКГ натрия диуретического. НППРОБНП. Белка. Функции внешнего дыхания с определением диффузной емкости легких. Ну вот, кстати, здесь есть ряд моментов достаточно любопытных, поскольку первый для нас признак, разумеется, для обоих, когда повышение давления в системе легочной артерии более 25 мм тутного столба. Но очень мало кто говорит, что есть пограничная цифра, особенно у пациентов, в которых есть семейный анамнез. 21-24. Что с этим пациентом делать? Потому что есть большое количество новых исследований, которые показывают, что, в общем-то, этих пациентов надо отслеживать. И отслеживать очень здорово. А дальше, в общем, по большому счету, конечно, вот эти пациенты все, когда вы увидели вот эту очень простую цифру, на самом деле, СДЛА, которую вы померили на ультразвуке, обязательно нужно отправлять в экспертный центр, потому что дальше вы, в общем-то, ничего не сделаете. Потому что катетеризацию правых отделов сердца только делают мне представители. вставляется, хочется в это верить, только высоко квалифицированные врачи, потому что эта процедура не очень простая, где нужно как раз мерить давление заклинивания в легочной артерии. И вот этот показатель, который мы уже смотрим, он должен быть ниже 15 мм, тогда мы уже действительно можем выставлять диагноз именно ЛАК, легочная артериальная гипертензия. Но, когда мы вот этим баллончиком с фанганца заводим, чтобы посмотреть давление заклинивания, люди не понимают, насколько это рисково зачастую. Что действительно, это должен быть оператор, который это делает достаточно часто. Дальше ведь как, если мы понимаем, что у нас легочная артериальная гипертензия, мы должны сделать фармакологические провокационные пробы, опять же. И вот здесь, наверное, большой ключевой момент, когда мы делаем эти пробы и смотрим на реакцию вазреактивности, есть она или нет, мы дальше можем оценить вообще, как нам дальше поступать, как действовать. Как ты считаешь, когда начинается именно ревматология, когда мы на кардиологии заканчиваем, и когда мы начинаем, когда запускается весь процесс воспаления именно, когда мы вот должны четко направить к ревматологу? Я считаю, что нужно оценивать не только симптомы легочной артериальной гипертензии, это одышка, синкопальное состояние у пациента. Опять же, аускультативные данные, но... ЭКГ, кстати. Вот тут она нам помогает. ЭКГ, эхо-КГ, но и какие есть симптомы, не связанные с поражением сосудов сердца, крупных сосудов, есть у этого пациента. Если мы видим, что у пациента есть системные воспалительные проявления, это повышение соци, реактивного белка в анализах, стойкие. Если есть поражение кожи, если есть какие-то жалобы на поражение других органов и систем, стоит заподозрить системные воспалительные заболевания у такого пациента и направить его на консультацию к ревматологу. Вот это, кстати, очень важно. Действительно, насколько мы зачастую плохо осмотрим пациента. Телеуангиоэктазии и так далее, которые мы пропускаем, не смотрим. Мы намерили давление в легочной артерии, но забыли посмотреть с точки зрения ревматологии. Действительно, это важно. И вот то, что мы обсуждали, опять же, Detected, ряд вещей, которые мы должны посмотреть. Потому что одно дело оценить натрио-диоретический пептид, который достаточно дорогой, и он, в общем-то, влияет на прогноз больше, как мы понимаем прекрасно. Другое дело полноценный осмотр пациента. То есть, перкуссия, аускультация, пальпация. А сейчас мы говорим, что зачем? У нас есть искусственный интеллект, дескать, вот этого всего не нужно. Как раз, мне кажется, чтобы в дебюте как раз вот это все не пропускать, первое это грамотный осмотр как раз. И потом уже ряд, набор маркеров, которые мы можем смотреть. Но вот здесь, Даш, вот такая вот история. Этих маркеров настолько много. Вот я даже вспоминаю там свою работу, которую я делал. Ну, начиная там с высоко чувствительного цирреактивного белка закачивая эндотелином, просто циклинами, просто гландинами, интерлекинами. Можно перечитать очень долго. В общем, весь запуск системы CD4, вот можно начинать вот с этого. Как вы во всем вот в этом разбираетесь? На самом деле, для клинической практики, если мы вот такой научный интерес немножечко отодвигаем, конечно, сейчас есть и генетические маркеры, есть некоторые аутоиммунные показатели. Например, предсклеродермия это антицентромерные антитела, это антитела к РНП, это классические антитела к склеродермии SKL70, например. Но по большому счету, уже зная основной диагноз пациента, мы занимаемся лечением основного заболевания и, как правило, легочной артериальной гипертензии, которая выявляется у этих пациентов на фоне активного противовоспалительного лечения основного заболевания и сочетанный базовой терапии лак, мы получаем хорошую стабилизацию, хороший эффект. Поэтому тут есть такой момент о вкладе воспаления в развитие легочной артериальной гипертензии. И, может быть, мы бы и не знали, как ревматологи, о таком страшном, по сути, диагнозе о легочной артериальной гипертензии у наших пациентов. Если бы у нас не было своей достаточно сильной инструментальной диагностики в ней ревматологии, наш заведующий ВОКов Александр Витальевич, он уделяет большое внимание такой просветительской деятельности со своей стороны. Мы совместно работаем с кардиологами его отделения и подбираем терапию вместе для таких пациентов. Даша, но ведь есть сложности, потому что, ну вот, например, системная склеродермия, сложная очень патология, системная красная волчанка, болезнь Шегрена и так далее, так далее. Ну, в принципе, в ревматологии нет простых заболеваний, по большому счету, и нередко ведь их пропускают. Почему? Вот я хочу понять, потому что по-хорошему уже, когда мы используем ту же там систему комплимента и так далее, мы ее должны полностью смотреть. Это, вот как ты считаешь, это может быть недочет кардиологов, которые вовремя тоже не посылают к ревматологу? Потому что ведь надо диагноз поставить. Наверное, нам сложно. Сложно и ревматологам увидеть какую-то патологию, которая маскируется под проявление основного заболевания и может не быть прямым осложнением, как в случае, например, легочной артериальной гипертензии при системной склеродермии. Это достаточно дискутабельный момент, развивается ли два заболевания параллельно или это действительно такое тяжелое осложнение основного диагноза. И для кардиологов сложно увидеть не свою патологию. Для кардиологов сложно, я, наверное, скажу со своей колокольни, как вижу, в принципе, выяснить причину. Потому что ведь мы забываем зачастую про веноокклюзионную болезнь, мы забываем про ядрогенные проявления. Кстати, что очень часто, и тема очень важная, потому что первое, разумеется, это наши девочки, и это в том числе препараты, которые мы используем, если мы не хотим забеременеть. Часто новые, разумеется, уже препараты, они не такие страшные, потому что они используются на основе прогестерона как раз. А старые препараты, где было очень много эстрогенов, они как раз тоже, это известно, провоцировали развитие легочной артериальной гипертензии. Но я даже не про это. Очень многие наркотические препараты провоцируют развитие легочной артериальной гипертензии. И люди, которые сходили на дискотеку, потусовались, они даже об этом не задумываются. А врачи об этом не знают. То есть они на этот счет даже не пытаются где-то копать. Поправь меня, в частности, амфетамин, насколько я знаю. Самая частая история, если мы это можем называть, это кокаин и амфетамин. Это два вещества, которые, в том числе, поскольку мы имеем опиоидные рецепторы, которые реагируют на это, на все. И в частности, как запускается этот процесс до конца, никто не понимает. Но тем не менее, это провоцирует и как раз может быть дебютом ревматического заболевания. Это, кстати, сейчас тоже активно изучают в Соединенных Штатах. Они нам это, в общем-то, и привели, всю эту историю. Но история началась, я начал читать, когда история началась с хиппи, с Сан-Франциско, когда они начали копать, поняли, что ряд препаратов могут, наоборот, гасить вот этот ревматический процесс, а некоторые препараты, наоборот, запускают ревматическое заболевание. Достаточно агрессивное влияние на сосудистую систему. И я думаю, что это напрямую связано со стрессом, который может провоцировать развитие аутоиммунного заболевания, как одна из частей вот этой комбинации мозаичности аутоиммунитета, которая может запустить, если есть предрасположенность аутоиммунного заболевания. То, что касается токсических веществ. То, что касается ревматологии, на самом деле, легочная гипертензия встречается не при всем пуле ревматологических заболеваний. Наверное, стоит об этом сказать. В достаточно редких случаях при поражении лёгких легочная гипертензия встречается у пациента с ревматоидным артритом. Основных два признака, на которые мы должны ориентироваться. Вот мы не можем от этого уйти так же, как от теста 6-минутной ходьбы. Мы тоже думали, что сейчас мы найдём какие-то маркёры, и вот мы от этого уйдём. Нет. Всё равно это ультразвук, который так или иначе мы должны делать. И всё равно мы используем катеризацию правых отделов сердца. Вот хотим мы того или нет. Но, вот опять же, любопытная история по поводу теста 6-минутной ходьбы, который мы используем у всех кардиологических пациентов. В общем-то, он очень удобный, потому что он очень простой. Его, кстати, используем не только мы, используют пульмонологи активно. Все его используют. Долгое время мы, в общем-то, его использовали и думали, что мы от него уйдём. Я на что обратил внимание? Есть большая категория пациентов среди, особенно молодых людей, кстати, которых не так много, у которых действительно есть уже серьёзное ревматическое поражение, и они не могут ходить. И вот тут мы оказываемся обезоруженными. Как раз вот здесь, вероятно, вот эти маркёры нам в дальнейшем будут подсказывать, где идёт лучше лечение, где нет. Наверное, это достаточно сложно сказать, потому что, опять же, по данным исследований мы получаем хорошие результаты при усилении противовоспалительной терапии по показателям, которые мы определяем при лёгочной артериальной гипертензии, по среднему давлению лёгочной артерии, и по показателям ДИОСОЛ. Поэтому сказать о том, что мы сможем чётко разделить, благодаря каким-то маркёрам, достаточно сложно. Здесь нам помогает, в принципе, в какой-то степени знание пациента. Мы возвращаемся к клинической деятельности, и наблюдение знания пациента, знания течения его заболевания всё-таки имеет главенствующую роль лечащий врач. Абсолютно согласен. Особенно это важно, мы, кстати, неоднократно уже об этом говорили, сбор анамнеза полноценный, чтобы было понимание. Нередко то, что тоже пропускаем, хоть это казуистика кажется, но пропускаем. Пропускаем саркоидоз, пропускаем опухоли, потому что, казалось бы, всё уже проверили, такие очень сложные патологии, а вот эти вещи мы почему-то пропускаем. А ведь это является таким триггером, который у нас усугубляет очень быстро течение лёгочной гипертензии как раз. Для меня ещё проблемой является вторичное иммунодефицитное состояние. Буквально несколько дней назад получилось так, что я вспоминал про своего альтер-эго и был уже журналистом, так общался с Покровским, Вадимом Валентиновичем. И вот, в общем-то, мы подняли тему очень непростой, потому что вторичный иммунодефицит, в том числе вирус иммунодефицита, это очень большая проблема и для кардиологов, и для ревматологов. И что с этим делать, многие вообще не знают, по большому счёту. Приходилось сталкиваться? Сталкиваться приходилось. Мы работаем, так как мне повезло всё-таки с таким академическим образованием, благодаря Ипнине Львовичу Насону, мы работаем по такому стандарту, мы пишем сопроводительные письма врачам-инфекционистам, мы пишем свой осмотр, заключение и сопроводительное письмо с теми вопросами, которые должны быть решены совместно для ведения такого пациента. Туда входят возможные побочные эффекты, касающиеся костной системы, именно антиретровирусной терапии. Возможно ли коррекция в таком случае, потому что мы должны тогда оценивать вирусную нагрузку и уровень CD4 у этих пациентов. И не всегда мы можем как-то повлиять на комбинацию антиретровирусной терапии в угоду воспалительной активности нашего заболевания, чтобы её подавлять, потому что всё-таки это тяжёлый конкурирующий диагноз. Здесь мы, можно сказать, работаем очень тонко и ювелирно, потому что эти пациенты очень легко на противовоспалительной терапии уходят в иммунодефицитное состояние, которое, по сути, мы всё время балансируем, мы пытаемся вывести этого пациента благодаря усилиям инфекциониста в какое-то подобие хотя бы работы иммунитета, и при этом даём ему иммуносупрессивную терапию от основного ревматологического заболевания. Ну хорошо, вот когда мы лаг поставили, это очень здорово, значит, во всяком случае мы уверены на то, что у нас классный кардиолог и классный ревматолог. Но вот насколько часто в вашей практике пропускали? Потому что бывает, например, другой совершенно патогенез лага, там условно возьмём тромбоэмболию, которую пропускают, которую врачи пропускают, начинают лечить неправильно, собственно говоря, саму патологию. Встречались с таким? Такие пациенты встречаются. Чаще всего это антифосфолипидный синдром, это баскалопатия при системных воскулитах. В этом случае мы должны, конечно, более чутко подходить к жалобам пациента. И анамнез, опять же. И опять же анамнез, да. Нам легче с диагностикой, чем с... Тут не нужна катетеризация правых отделов сердца. Здесь очень чётко надо перевозить, узнать, узнать. Я к чему всё это веду? То, что зачастую у нас есть возможность посмотреть мутации Лейдена. Например, мы это можем посмотреть. Метилен, тетер, гидрофолат, редуктазу можем посмотреть. Бетафибринолин можем посмотреть. Всё можем посмотреть. Вы смотрите, например, тромбоксаны. То есть, всё можно исключать. Мы смотрим антифосфолипидные антитела, и больше всего у нас показалась зависимость с лёгочной артериальной гипертензией, с телом мелких ветвей. Всё-таки это показатели антикартериолипиновых антител. Это тот показатель, который входит в антифосфолипидные антитела. Дарья, как вы думаете, у нас терапевты вообще знают о таких методиях, как КТ-ангиопульмонография, и что немножечко сложнее, это вентиляционно-перфузионная сцинтеграфия? Я могу сказать, за первый метод исследования я бы не знала о нём, если бы не Вадимир Иванович Васильев, который потрясающе просто, можно сказать, натаскивает молодое поколение на сложные методы исследований. И КТ-ангиопульмонография – это одно из вот таких интересных, скажем так, моментов, которые нечасто применяются в ревматологии. Здесь мы знаем уже, что бывают при воскулитах чаще, что системные воскулиты могут быть с такими проявлениями, как тело мелких ветвей. И в таком случае мы можем оценивать, помимо клинических проявлений, когда пациент жалуется на внезапно возникшую одышку, на, может быть, выступление пота на лице. Мы оцениваем показатели биохимические, мы оцениваем ДДМР, и уже можем направить пациента на такое исследование. Очень здорово, что в наше время, в принципе, это можно оценить. Уже есть даже тест-полоски, есть, которые там собирают, например, тропонин, ДДМР и, условно говоря, БНП как раз. Такие есть вещи. У нас, к сожалению, вот такого набора пока нету, но, тем не менее, проблема действительно актуальна. Зачастую, даже когда очень классный специалист на ангиопульмонографии, вот прям мелкие ветви мы не видим. Я почему говорю, акцентирую внимание немножко на сцентиграфии, потому что эту методику, к сожалению, у нас знают очень плохо. А вентиляционно-перфузионная сцентиграфия, она как раз отражает, мы можем посмотреть, самые мелкие ветви. Вот действительно. Но методика сама по себе используется крайне редко. Мне печально это слышать. Я одно время, почти два года работал сам с этой методикой. Я прекрасно знаю, как это, и в частности, как можно здорово на сцентиграфии сердца посмотреть, потому что это именно перфузия оценивается. И очень классно, когда мы действительно подтверждаем хроническо-тромбоэмболическую легочную гипертензию, потому что лечение совершенно другое, но, в принципе, конечно, заболевание к лак у нас никак не относится. Одна, наверное, из ключевых проблем, то, что, опять же, не говорят, когда уже выставляется диагноз легочная артериальная гипертензия, не все далеко врачи говорят о том, что вообще беременеть не стоит. Вот вы об этом говорите как? Об этом говорят наши кардиологи, нашим пациентам, потому что достаточно сложно объяснить ревматологу, насколько это опасно. Да, кардиологу тоже не очень просто. Девушке объяснить, что вы знаете, ну вот как-то вот... Да, это сложный вопрос, поэтому мы, как смежные специалисты, стараемся это оставлять на специалиста, для которого эта тема профессиональная. Ну, в общем-то, да, потому что мы их видим постоянно, мы их ведем постоянно, но здесь вот, говорю, еще один специалист у нас подключается, по-хорошему, это грамотный гинеколог-эндокринолог, который, опять же, назначает и помогает вот эти препараты, знаю уже, потому что современные классы препаратов позволяют не усугублять течение легочной артериальной гипертензии. И получается, у нас уже собралось иммунолог, ревматолог, кардиолог, гинеколог, пульмонолог, разумеется, гинеколог-эндокринолог, генетик, получается, в некоторых случаях онколог, инфекционист. Кого же десятого-то еще надо найти вот сейчас, и точно можно будет прям за стол садиться и такого пациента разбирать. В общем, проблема действительно очень сложная. С чем ревматолог чаще сталкивается, какие-то недопонимания с кардиологом? В чем? Наверное, я сейчас буду хвалиться, у нас нет недопониманий с кардиологами, потому что так уж сложилось, что наши кардиологи, мы очень тесно работаем постоянно вместе, мы обсуждаем любые проблемы с нарушениями ритма, с повышением давления, наоборот, с падением давления наших пациентов, такое тоже бывает, с кризовым течением и гипертонической болезни, и вторичной артериальной гипертензии. Поэтому на самом деле я очень благодарна нашей инструментальной диагностике, нашим кардиологам, что нам не нужно прыгать выше головы и лезть в соседнюю специальность для того, чтобы наши пациенты получали максимально хорошую инструментальную диагностику и максимальную поддержку со стороны кардиолога в лечении сочетанных поражений сердца у ревматологических пациентов. Но это своя специфика. Нужно, наверное, отдельно сказать, что... Кстати, точно, вот, вот десятый, функциональный диагност. Да. Точно совершенно. Особенно учитывая то, что сейчас прекрасно развиты методики трансторакальной кардиографии, которые нам тоже очень помогают, компьютерная томография, магниторезонансная томография, когда мы, например, пытаемся посмотреть некомпактные миокарты или еще что-то, чтобы... То есть, в принципе, вот это классный специалист, который занимается функциональной диагностикой. По большому счету, наверное, вот как-то тезис стоит обозначить, как нам вообще поставить диагноз лак, я думаю, да, вот мы вместе, совместно. Но прежде всего, наверное, надо исключить всю остальную патологию, которая может свидетельствовать о том, что это не легочная артериальная гипертензия. Понятно, что нам надо исключать все, что связано с тромбоэмболией, с заболеванием легких. Токсические компоненты. Токсические компоненты непременно. Хотя ядрогенная, опять же, например, если говорить про ядроген, она тоже может относиться к лак. Наследственный фактор. Он тоже может относиться к лак, как отдельно. Но тогда это будет другая легочная артериальная гипертензия. Да, но по большому счету именно для постановки диагноза ЛАК, мы уже в принципе об этом говорили, у нас есть только один метод. Катетеризация правых отделов сердца. Баллон с ванганза, и дальше мы давление заклинили в легочной артерии. Увидели, посмотрели, сделали фармакологическую пробу. Какой врач должен проводить катетеризацию? Рентген-эндовоскулярный хирург, кардиохирург? Или это может уметь любой кардиолог делать? 100% рентген-эндовоскулярный хирург. Это не простая процедура, как очень многим кажется. Это в ряде случаев намного сложнее, чем провести стентирование. Поэтому только рентген-эндовоскулярный хирург. Ну а если этот рентген-эндовоскулярный хирург еще является кардиологом, ну это блестяще. Это лучшее, что может быть. Который действительно не просто это сделает, но и в дальнейшем проведет острую фармакологическую пробу. Которая нам уже подскажет по поводу самого важного. Это лечение ЛАК. Вот, например, в заключении большого конгресса по легочной гипертензии он так и называется World, такой прям мировой конгресс по легочной гипертензии, 2018 года, правда, обсуждалась вообще применимость нагрузочных проб у пациентов, у которых выявляется легочная артериальная гипертензия. И вообще, насколько этот метод необходим в диагностическом плане. В отношении нагрузки, мое мнение следующее. Мы это обсуждали достаточно давно, потому что, когда диагноз даже выставляется 25 мм ртутного столба, это мы говорим про покой, разумеется. Когда мы говорим 30 мм ртутного столба, это при физической нагрузке. Мне кажется, это не слишком применимо в реалиях. Это обсуждалось, кстати, и в этом году, то же самое абсолютно. В силу того, что достаточно тяжелая группа пациентов, и нет возможности выполнить какие-то, чтобы это было физиологично, пробы, вот эти нагрузочные, это в принципе очень многих кардиологических пациентов, не только при лак используется. Поэтому, что это будет в дальнейшем, сложно сказать. Фармакологические пробы многие тоже провалились, они нам не позволяют это делать. Это просто может для пациента быть очень опасно. Потому что, прежде всего, то, с чего начинали, мы очень боимся вот этого криза по малому кругу. Потому что мы, по большому счету, с ним ничего сделать не можем. Одно дело усугубление сердечной недостаточности, когда мы, понятно, что подключаем сюда идиуретики, получаем там, подключаем сюда и там спирлолоктон. Но много у нас есть возможностей помочь пациенту. В этой ситуации, я считаю, что провоцировать пациента не стоит. Хорошо. Мы взяли пациента, мы послушивали его. У нас есть признаки легочной гипертензии. Направили его на ЭХКГ. И на какие параметры я, как ревматолог, должна обращать внимание? На среднее давление легочной артерии. Понятно. По большому счету, когда вы видите параметр более 20 мм тутного столба, это сигнальный звонок. Все. Этого более чем достаточно для того, чтобы уже разбирать вот этот клубок, откуда ноги растут. Почему вот эта цифра появилась? Да, там понятно, что по-хорошему мы должны смотреть все. И стенки, и фракцию выброса, и состоятельность, и клапанный аппарат. И нет ли, опять же, пороков. Но это уже дальше. Первое, вот это увидели, и начинаем думать со стороны именно структуры сердца. Есть ли причина, которая привела? То есть, это дисфункция левого желудочка? Это дисфункция правых отделов сердца? Это патология со стороны врожденных пороков? Но это дальше клубок, который мы должны развивать. Первое, вот это ключевое, это очень простая история, на самом-то деле. Это СДЛА более 25 мм тутного столба. Хотя, хотя, вот с этим пересмотром, опять же, вот это 21-24, вот все очень непросто, опять же. И как в дальнейшем будет, мне будет очень любопытно, как будет эта ситуация развиваться, честно говоря. Интересно, потому что в том числе, вот в последнем пересмотре и рекомендациях последних, обсуждался вопрос введения сосудистого сопротивления, которое высчитывается как разница между средним давлением легочной артерии и давлением заклинивания легочной артерии. Соответственно, второй параметр мы смотрим уже при катетеризации. И в итоге получается, что выявить вот эту прекапиллярную легочную гипертензию мы можем только проведя уже катетеризацию пациента. Да, абсолютно точно. Что касается эха, возвращаясь туда, стоит ли нам обращать внимание, например, на показатель скорости регургитации на трикоспедальном клапане? Да, это как один из предикторов. Совершенно точно стоит обращать внимание. Это по большому счету так же, как диастолическая сердечная недостаточность. То есть, если мы это видим, мы уже должны, грамотный кардиолог должен для себя поставить акцент, то, что, например, раз в год он будет обращать внимание на этот показатель. Еще раз немножечко так подытоживаю. Все-таки в рематологической практике именно те заболевания, на которые стоит обратить внимание по риску развития легочной артериальной гипертензии, это в первую очередь системная склеродермия. Если диапатическая легочная артериальная гипертензия в среднем встречается, по разным данным, от 10 до 12% общей популяции, то именно в группе с системной склеродермией этот показатель близится к 20%. То есть, каждый пятый пациент со склеродермией потенциально может развить легочную артериальную гипертензию. По таким больше данным международных регистров, это происходит через 5-6 лет от первых симптомов склеродермии, не касающихся феномена Рено. То есть, должен быть другой симптом. И еще раз проговорю специально о том, что через 3 года от дебюта склеродермии, от первого симптома, не касающегося феномена Рено, каждый год стоит оценивать функцию внешнего дыхания с DLCO и проводить ЭХКГ этим пациентам. Это важный прогностический плохой признак для пациента с системной склеродермией развитие легочной артериальной гипертензии. И это именно тот фактор риска, который приводит к смертности у пациентов с системной склеродермией. Помимо этого заболевания, легочная артериальная гипертензия встречается у пациентов с идиопатическими воспалительными миопатиями, при дерматом миозите и полиом миозите, при системной красной волчанке и при системных воскулитах, но в меньшей степени это описано. И больше, конечно, это системной склеродермией. Большинство исследований сосредоточены именно на этой проблеме в связи, как я уже сказала, с высокой смертностью наших пациентов от этого заболевания. Я, наверное, позволю себе добавить, что действительно важно не в отношении лак, а в целом, если в отношении лак мы должны обязательно напомнить, опять же, про веноакклюзионную болезнь, про которую не стоит забывать. А если в отношении именно ЛГ еще говорить, конечно, это антифосфолипидный синдром, который мы тоже должны вместе с ревматологом, мы его должны исключать. Я просто хочу опять же это напомнить, что это очень важно. Я бы рекомендовала всем кардиологам в виде легочную артериальную гипертензию проверять своих пациентов на антифосфолипидные антитела, на спектр антифосфолипидных антитела. Это антитела к кардиолипину, это антитела к бета-2-гликопротеину и это волчаночный антикоагулянт. И если выявляются высокие титры, больше 40 антитела к кардиолипину и бета-2-гликопротеину, стоит проконсультировать пациента с ревматологом. Сейчас, на самом деле, у нас, несмотря на то, что наука идет вперед, мы несколько все равно ограничены, потому что препараты первого ряда, по большому счету, это у нас блокаторы кольцевых каналов и селдонофил. То есть ингибитор фостодиэстераза 5-5 класса. Они хорошо работают, действительно, но, тем не менее, опять же, используются достаточно серьезные дозировки. И, опять же, всегда мы боимся вот этой гипотензии у этих пациентов, которая нам в том числе мешает, ведь это сопряжено еще, например, с выраженной сердечной недостаточностью. У них гипотензия, мы их размочить никак не можем, получается. То есть добавить диуретик мы не можем у этих пациентов. То есть постоянно приходится лавировать у этого пациента, постоянно приходится тетровать вот эти дозы. И это очень непростая история. И непростая история по лекарственному взаимодействию и с другой группой препаратов, которые применяются при лечении легочной артериальной гипертензии у ингибитора фосфодиэстераза 5-го типа, комбинации с антагонистами эндотелина-1. Здесь мы должны очень аккуратно подходить к таким комбинациям, несмотря на то, что это препараты, которые вторая группа используется не так часто, не постоянно. То есть это курсовое все-таки введение. И здесь у нас есть некоторые ограничения по сочетанному применению этих препаратов. И мы знаем, что мы можем переборщить с эффектом базодилататорным таким сосудорасширяющим у наших пациентов, получить ту же гипотензию. Наверное, самый изученный у нас получается это базентан. Потому что было большое количество исследований, бриф 1, 2, 5, компас, там еще 6 исследований было, на которые мы опираемся. Он препарат очень изучен, он очень здорово работает. Был еще амбризентан и мацетентан, по-моему, как-то вот так. Но вот все, что касается базентана, они очень здорово изучены. Когда используется комбинация, например, селдонофила, или таделофила, кстати, который считает, что он лучше работает, чем селдонофил, то мы тоже очень боимся как раз вот этого чрезмерного воздриотирующего эффекта как раз. Поэтому все, вот говорю, тетруется на уровне, зачастую, мне кажется, что, разумеется, все отслеживается, разумеется, высчитывается доза. Но иногда, вот честно говоря, кажется, что это на уровне какого-то ощущения. Знание уходит в песок. Да, да. Ощущение и общение с пациентом, насколько ему легче становится. И вот, с одной стороны, абсолютно точно то, что нужно придерживаться принципов доказательной медицины, но опять же, вот никто не говорит о том, что вот это общение с пациентом, взгляд в его глаза, насколько ему хорошо, лишний раз пойти померить давление. Это зачастую намного важнее, чем пресловутая вот эта большая академическая наука. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Если говорить про еще более новые препараты, разумеется, они тоже есть. Они тоже есть в базе кардиологов. Многие до сих пор сейчас проходят те же самые клинические исследования. В 2018 году два трайла серьезных закончилось по поводу препаратов. Мы, кстати, еще реацигуат не обсудили, вот препарат. И аналоги простоциклинов. Вот, и вот как раз я говорил сейчас, в данный момент я говорил про аналоги простоциклинов. Препараты действительно очень действенные. Есть, которые при внутривенной введении, есть, очень важно, ингаляционная, и лапрост ингаляционный есть. Есть пероральные, вот, но есть препараты, которые не пропустила европейская ассоциация в том числе. Поэтому там вот тоже они сейчас все исследуются. Они нам должны очень серьезно помочь, на самом деле, и помогают. Вот, а вот реацигуат про него немножко забывают, потому что мы обычно используем ингибиторы фосфодиэстераза пятого типа, а про него забываем, потому что у него немножечко другой механизм действия по поводу СГМФ, но препараты работают очень хорошо. И исследование Ривер, которое нам показало, в частности, что нагрузка на правые отделы сердца на этом препарате очень здорово снижаются. Вот. Я уже ушла мыслями в сторону исследования Амбишен и Грифон, которые исследовали именно схемы комбинации монотерапии. И там исследовался ибазентан, и сочетание с ингибитором фосфодиэстераза пятого типа. И, наверное, важно об этом сказать, что монотерапия – это крайне редкий случай при лак, и вообще это должна быть комбинированная терапия. Все-таки мы не можем добиться на данный момент одним препаратом какой-то стабилизации состояния, о котором мы именно и говорим. Мы говорим все-таки не о лечении легочной артериальной гипертензии, а мы максимально пытаемся этими препаратами стабилизировать состояние пациента, чтобы не допустить ухудшения. Ключевое – это то, с чего мы начинали. Очень здорово, когда есть классный консенсус классных врачей, которые внимательно смотрят на своих пациентов, которые руководствуются принципами доказательной медицины и прежде всего читают. И, наверное, третье, что очень важно, чтобы не было вот этих препаратов off-label, чтобы мы знали, что они есть где-то в мире, а мы ими не могли пользоваться. И немножечко подытоживая, я думаю, что важно, если после нашей программы и кардиологи, и ревматологи ознакомятся, кто не знает, с алгоритмом Detect, потому что по исследованиям сравнения алгоритмов выявления лёгочной артериальной гипертензии, Detect выигрывает до сих пор, несмотря на то, что позднее появились и другие алгоритмы у всех существующих на данный момент. Поэтому это алгоритм раннего обнаружения лёгочной артериальной гипертензии, и если он будет знаком хотя бы врачу, уже будет нам легче выявить это состояние. Дарья, я уверен, я даже не думаю, я в этом уверен, что мы будем держать всех в курсе, у нас выбора другого нету, в силу того, что два института, которые действительно являются фундаментальной наукой в отношении лёгочной артериальной гипертензии. И мы это будем продолжать искать, отвечать на ряд вопросов, в этом нам, разумеется, помогут и академик Насонов, и академик Чазова, поэтому есть клинические рекомендации по лёгочной артериальной гипертензии, которые максимально приближены к европейским рекомендациям. И прежде всего, если вы уж, к сожалению, не читаете гайдлайны, это я для врачей общей практики, для терапевтов, откройте эти рекомендации, почитайте. Потому что очень плохо, когда вы пропускаете в дебюте кардиологическую патологию, ревматологическую патологию, нашли проблему, нашли 25 мм стутного столба, отправили к кардиологу, а мы дальше уже сделали своё дело. И мы спокойно работаем. Именно. Я бесконечно рад, что у нас получаются вот такие коллегиальные дискуссии, и, наверное, это должно войти в общую практику, по большому счёту, у каждого врача, потому что, когда говорят про учёных, то, что они постоянно дискутируют, они громко спорят, ведь именно во время этой дискуссии всегда находится момент истины. И не надо этого бояться. Не нужно говорить, наверное, человеку, с которым ты дискутируешь, что я знаю всё. Ты не можешь знать всего. Лучше у человека, который в этом копается каждый божий день, спросить, дружище, помоги мне здесь, помоги мне там. И вот именно благодаря таким разговорам, наверное, мы действительно можем помочь нашим пациентам.